итак здравствуйте друзья сегодня опять будет видео посвященное парфюмерии посылку я получила где-то месяца полтора может быть два назад и вот только сейчас собралась вам рассказать ну как наверное вы все знаете что носы у всех разные и поэтому разные носы не могут слышать одинаково аромат один и тот же аромат причем и так в основном у меня здесь арабская парфюмерия это марка холис вот ну парочка есть итальянская и французская и так начнем давайте вот с этой коробочке это жестяная баночка это ланку италия мистика форма парфюмированная вода 100 миллилитров вот такой прекрасной коробочки у меня здесь вот так она открывается вот такая красивая бутылка вот видите жестяная банка красивая упаковка подарочный вариант можно сказать бутылочка с интересной кстати крышечкой немножко хрупкой вот такой аромат группа этого аромата фруктовые цветочные восточные пирамидка дыня с мантус миндаль лилия орхидея сухофрукты пачули амбра сандал это такой знаете сладкий сладкий с цитрусами возможно немножко до сладкоцитрусовый аромат стойкий аромат кстати стойкий ну часов 5-6 точно а может быть даже и больше будет насчет шлейфовости не скажу как бы может быть и есть шлейф но небольшой сантиметра кто наверное ну 50 сантиметров максимум наверное но стойкий хороший аромат когда развеивается кстати более тонко так звучит такой бодрященький потому что есть цитрусы немножко тонный насыщенный кстати аромат насыщенный люблю такие ароматы в общем хороший друзья аромат что еще можно сказать возможно кстати на каждый день возможно и как вечерний вариант так что рекомендую кстати стоимость его если я не ошибаюсь 300 рублей это опять посылочка у меня с бьюти депо на бьюти депо стоит 300 рублей конечно стоит он намного дороже но сюда вот у него такая хороший аромат рекомендую так так еще один аромат тоже был куплен на сайте бьюти депо цена его 467 рублей я покупала по кома фирма франция уже относится к винтажным ароматом называется интимити интимити это парфюмерная вода 100 миллилитров вот такая коробочка что мне здесь не очень нравится так это вот сама вот эта штучка но тоненькая 100 не очень такой плотной бумаги хотелось бы поплотнее все таки типа картона вот так открывается как шкатулочка здесь бумажка достать его сложновато то есть тоже такой подарочный можно сказать вариант вот такая бутылочка то ли форме бабочки то ли бабочка наверное скорее всего такой штучкой этот аромат относятся группы фруктовые пряные восточные ноты ноты бергамот перец персик цветы апельсина гвоздика роза корица орхидея мускус бобы тонко сандал он терпкий кстати этот аромат этот аромат не сказать что прям сладкий сладкий не сильно сладкий больше терпкий потом такой специи цитрусы есть насколько я слышу он сначала он конечно очень такой насыщенный аромат потом все это развеиваются и уже такой ненавязчивый специево цитрусовый при приятный при всем при том кстати не бьет в нос гармоничный и сбалансированный стойкость у него часа четыре пять наверное точно будет вот этот аромат конечно хорошо бы наверное все таки знаете куда-то в офис одевать для романтических наверное меньше подойдет свидание все таки сладости здесь нет он больше строгий такой аромат офисный наверное в целом очень кстати неплохой стойкость как я сказала средняя когда надоедает сладость вот этот аромат вполне себе очень даже пригодится так так конечно ну а теперь наверное к арабским у меня пять на данный вот здесь на столе на данный момент пять ароматов от фирмы кхалис я да я называю кхалис а там вы как хотите называйте вот вот ну арабская парфюмерия она вообще уникальна скажем так здесь представленный и как европейский такой вариант у меня некоторые ароматы и есть ароматы такие ближе уже скажем так ближе к настоящим арабам итак первый аромат это это аромат дима пурфем о де парфем парфюмерная вода или парфюмерованная 100 миллилитров в такой хороший добротный вот кхалис тут знак есть по арабски что то написано хорошая добротная коробочка с голограммкой все как и полагается сама бутылочка бутылочка вот такая вот кругленькая такая с крышечкой крышечка пластмассовая бутылочка стеклянная бутылочка этот аромат относится к группе фруктовые пряные восточные ноты у него здесь насколько нашла пирамиду могу сказать что фруктовые цветы специи и мускус стоимость на бьюти депо небольшая 270 рублей какой-то момент знаете что напоминает может быть не совсем конечно прям но все-таки очень похоже на шанель allure sensuel также похоже на по-моему олимпия по моему по карабану здесь сладость основная конечно здесь основное такое звучание это сладость сладость приправленная немножко фруктов немножко может быть пряностей и свежесть я слышу кстати все в разное время его слышу по-разному иногда слышу больше ну как бы свежести больше а вот сейчас не знаю почему с чем связано сейчас кстати очень жарко у нас на улице 30 градусов жара вот я больше уже пряные специи чувствую пряности какие-то поэтому более холодное наверное время он будет более свежий такой более фруктовый наверное но основное конечно это сладости цветы наверное сладость такая не гурманская сладость именно цветочную все-таки хороший аромат стойкость у него часа три точно могу сказать неплохой подойдет и днем не задушит и вечером там вполне себе можно будет использовать не надоедливый не удушливый прекрасный аромат так что рекомендую вот дальше ну сейчас я вам покажу один аромат который меня просто поразил и сбил с толку это это опять ну опять же кхалис розы бомб пурфем оде парфем 100 миллилитров в такой коробочке с гологранкой это парфюм это что-то что-то ядерное ядреное но по названию как вы уже наверное догадались это роза и здесь так я вам прочитаю группа цветочные пряные ноты цветы роза пряности что я хочу сказать такая смотрите-ка замечательная красивая бутылочка с такими помпончиками колючими это этот аромат это чистая роза вот для любителей розы это то что может быть вам понравится ой это роза да кстати я бы сказала что сначала я чувствую здесь немножко фруктов немножко сверху чуть-чуть добавлено потом на продолжение по продолжительности короче все время звучит розы и потом эта роза немножко переходит в какую-то такую кислинку и плюс свежесть но все время слышится роза абсолютно вот чистая роза слегка только приправленная может быть даже и пряности да есть глупость я сделала глупость вот этот аромат что тестировала надо же было его протестировать и поскорей хотелось вот я его нанесла наверное два-три пшика на себя на ночь ой друзья я думала я повешусь всю ночь всю ночь я слышала я просыпалась от того что мне в нос просто вот била эта роза в итоге утром проснулась пошла готовить завтрак пить кофе и опять слышу эту розу она мне уже настолько стала надоедать она может даже немножко душить потому что очень надоедливая такая короче что я хочу сказать вот часов двенадцать стабильно стабильно этот аромат слышится во всяком случае я его слышу я его ощущаю он через двенадцать часов он начинает просто душить уже задушивает надоедает его хочется смыть там не знаю как то это очень стойкий вот этот аромат очень стойкий такая действительно бомба бомба из розы я поразилась вообще стоимость его по моему тоже если не ошибаюсь двести семьдесят рублей на бьюти депо опять же таким но очень для любителей розы конечно вообще не знаю советовать его ну кто любит розу попробуйте потому что стоимость в принципе копеечная ну здесь роза в чистом виде такая удушающая бывает так сначала она не как бы не надоедает ну потом потом так как она очень стойкая она начинает надоедать может разболеться кстати голова от этого аромата стойкий шлейфовый аромат так что вот хотите попробуйте на ваш страх и риск и однозначно на каждый день нет потому что задушит надоест вечером да в прохладную погоду возможно он станет более тоньше не такой удушающий но сейчас на лето это конечно атомная бомба так что вот ой тоже могу посоветовать если хотите для любителей опять же розы чистая роза в чистом виде так и следующий следующий аромат это холис роза винила туалетная вода 30 миллилитров ну это вообще конечно этот аромат мне понравился у меня уже нечто похожее есть на таком кирпичике металлический колпачок это группа цветочные мускусные роза сандал роза белый мускус если коротко сказать что можно про него сказать то это роза припудренная и пыльная красивый ненавязчивый аромат стойкий тоже часов 12 слышу его ощущаю его то я его уже выводила в общество скажем так вот поехала я в автобусе специально и смотрела как реагируют люди ну люди его замечают значит шлейфовый все-таки ну шлейф небольшой там радиус может быть метр полтора метра небольшой шлейф но люди принюхиваются правда стесняются спросить вот это такая вкусная припыльная припудренная роза в общем классный аромат я уже показывала в предыдущем видео арабский такой аромат если видели не знаю как он называется а интенс кафе называется в такой коричневой коробочке черная бутылочка вот они практически идентичны стойкий хороший аромат могу рекомендовать очень вкусный не навязчивый не удушающий и на вечер и на день прекрасно подойдет его хочется вот этот аромат хочется вдыхать 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 и голова от него не разболится не как вот от этого аромата может разболеться но от этого нет прекрасный аромат ну и напоследок друзья аромат опять же кхалис мук халат туалетная водичка немножко его что я хочу сказать про этот аромат я его оставила специально самым последним друзья это аромат из категории умри все живое я даже не знала что такие ароматы еще есть вот этот аромат он наверное все таки чистый араб так он выглядит тоже кирпичик все то же самое этот аромат я бы рекомендовала ой боже мой я бы рекомендовала его тем кто увлекается коллекционирует парфюмерию так как аромат необычный очень необычный это ж надо иметь такую фантазию чтобы его придумать фантазия у этого парфюмера была явно очень такая необычная ну как не знаю я думаю вы меня можете понять если понюхали бы этот аромат боже это называется туалетная вода я представляю что бы было если бы это была парфюмерная вода или духи на самом деле это как духи ладно группа фруктовые цветочные восточные ноты яблоко цитрусы белые цветы мускус ваниль пудра что я слышу сначала конечно когда я получила посылку понюхала чуть не я его кстати вот осадок или нет мне кажется да что-то выпадает такое как кофе похоже что значит когда я получила посылку что я услышала специи много много специй плюс немножко цитрусов и это такая ядреная насыщенная масса ну просто я шикнула один раз на запястье и все я чуть не умерла это было когда я получила потом ну стала его понемножку тестировать подходила нюхала наносить я уже на себя не бралась он даже после того как вы помоете допустим место нанесения там водой он все равно держится на коже удивительно но очень такой крепкий аромат на одежде тем более будет очень насыщенный потом со временем я услышала следующее это кофе причем кофе такой горький плюс много много специй и уже вот за этими за этим кофе и за этими специями где-то прячется ваниль пудрочка и мускус в целом даже если вот так нюхать еще может напомнить знаете что немножко подгорелое варенье если помните как мама бабушки варили варенье и она немножко могло там подгореть то похоже очень аромат на подгорелое варенье очень стойкий его нужно буквально я не знаю в каких-то как-то сказать маленьких очень дозах наносить даже одного пшика будет вполне себе достаточно чтобы он скажем так продержался у вас целый день если на одежду то он может и на вторые и на третьи сутки вот и в все-таки потом надоедает надоедает может надоест может задушить однозначно его наносить нужно если вы будете находиться где-то в очень хорошо проветриваемом помещении а еще лучше если вы будете весь день находиться на улице на улице он раскрывается более скажем так никого не душит никого не сбивает с ног и с толку не сбивает то есть ему нужна свобода этому аромату свобода воздух простор вот в помещении он задушит всех да как бы люди могут не понять просто-напросто настолько ядовитый настолько насыщенный шлейфовый кстати аромат даже кстати первые минуты может першить в горле из-за вот этих специй из-за цитрусовых этих ноток кстати стоит он 300 рублей но я я рекомендую я бы его порекомендовала все-таки любителям парфюмерии просто иметь у себя даже пусть его не использовать но иметь как видите у меня практически целый бутылёк я не ой вот я его не рискую скажем так особенно в жару сейчас это вот такой вот наверное ну не знаю я поразилась честно скажу была очень удивлена что такие ароматы есть вот когда он уже начинает заканчивать свое благоухание он кстати раскрывается очень медленно и долго так вот когда заканчивает он свое вот это благоухание там остается база база очень такая вкусная я бы сказала что да цветочки какие-то там ванилька пудра да вот это остается в базе база очень хорошая но так сам сначала конечно аромат очень такой ядреный я могу сказать что это конечно аромат я бы сказала о нем следующее боже храни королеву но мне нравится мне нравится такие ароматы он необычный он очень необычный он либо равнодушным кстати никого не оставит либо будут говорить фу либо будут спрашивать что у вас за аромат и кому-то он понравится опять же говорю лучше его на на свежий воздух тогда он будет возможно будет нравиться многим больше чем в помещении ну а на этом друзья наверное я буду заканчивать у нас очень жарко вы меня простите я немножко как это мозги плавятся просто от жары тяжело вот а на этом заканчиваю спасибо вам всем за внимание до новых встреч пока пока пока